Братья и сестры, я тоже всех приветствую. Позвольте прочитать отрывок из Священного Писания. Это послание апостола Павла к Коринфянам. Первое послание, первая глава мы прочитаем с 18 стиха. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где свопросник века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и уродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Вы знаете, вот церковь 21 века, как и церковь любого другого века, сталкивается с множеством вопросов. Один из самых серьезных вопросов нашего времени – это, конечно, вопрос проповеди. А именно, что является главным компонентом проповеди? Что является главным компонентом проповеди? Есть очень много разных взглядов на проповедь, и в свете этих разных взглядов всегда очень полезно обратиться к Новому Завету. обратиться, чтобы найти или, может быть, почерпнуть метод, который содержится в библейском повествовании об апостольской проповеди. Вы знаете, если мы с вами начнем читать, к примеру, книгу «Деяния апостолов», мы заметим проповеди апостолов. И вот изучая эти проповеди, интересно будет выделить, или они сами выделятся, именно два типа проповеди. Два типа проповеди, которые необходимо различать, если мы с вами смотрим на проповеди Нового Завета. Они даже имеют каждое свое название. Первое название, первый тип проповеди получил название «Керигма», второй тип проповеди получил название «Дидахе». Слово «Керигма» на греческом языке, на языке этого времени, оно восходит глаголу с очень простым значением, что означает «быть глашатым». Быть глашатым, или через глашатым, учить чему-то важному, или содержание речи глашатая. А с другой стороны, «Дидахе» означает «учить» или означает «научение». И вот различие между двумя типами проповеди апостолов возможно найти именно здесь, в разнице между провозглашением, «Керигма» и обучением или наставлением, что есть «Дидахе». Ну, можно сделать такой вывод, такое предположение, что все-таки у апостолов в апостольской проповеди была стратегия, стратегия, которая заключалась в том, чтобы вот если изначально встречаются с людьми, первоначальная встреча, то обращались к ним при помощи провозглашения и Евангелия. Это была «Керигма». И затем, если люди отвечали на Евангелие, они принимали крещение, становились членами церкви. И затем вот эти вот люди регулярно и систематически уже знакомились с учением апостолов через «Дидахе». Я приведу вот два таких примера, вот как проповедовали апостолы из книги Диани апостолов. Первый пример – это 17 глава, первые три стиха книги Диани апостолов. Вот что мы читаем апостолы Павли. Пройдя через Амфиополь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Вот интересный библейский текст. Первая встреча с людьми, самая первая встреча с людьми, для апостола Павла это был важный принцип, в первую очередь посещать синагоги. О чем проповедовал Павел при первой встрече с людьми? И мы с вами видим, что его проповедь была посвящена Христу, который воскрес из мертвых, и которого он проповедует. А еще один библейский текст, это 20 глава книги Деяния апостолов, 19-20 стихи. «Работаю Господу со всяким смиренно мудрым и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по зломушлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем не проповедовал бы вам и чему бы не учил вас всенародно и по домам». То есть в других случаях, когда люди уже обращались к Богу, они проходили на учение. Получается, что на начальном этапе обращения к людям апостолы не вдавались в какие-то подробности учения. А при обращении, к примеру, еврейской общине, мы с вами прочитали, аудитории, предполагалось, что люди знают Писание, поэтому Павел проповедовал с ними из Писания. Когда Павел обращался к язычникам, был немножко другой подход. Но тем не менее, для любой аудитории существовал центральный акцент, центральный акцент проповеди апостолов. Этот акцент мы с вами замечаем, что все-таки основное внимание в проповеди апостолов, оно всегда уделялось личности и служению Иисуса Христа. Основной акцент или главный компонент проповеди апостолов всегда был личность и служение Иисуса Христа. Интересно, что само Евангелие, оно называется Евангелием Иисуса Христа, что включает в себя провозглашение о том, что Христос совершил в своей жизни смерти и воскресенье. И вот после проповеди, в которых открывались подробности его смерти, воскресенья, восхождения Одесную Бога, апостолы призывали людей обратиться ко Христу, покаяться в своих грехах и принять Иисуса Христа верой. Вы знаете, вот если смотреть на проповеди апостолов и принести с нашим с вами время, увидеть эти примеры, вот можно спросить себя, что сегодня для церкви 21 века, для проповеди в церкви 21 века необходимо принять нам, от апостолов. Я думаю, в каждой проповеди необходимо проповедовать Евангелие. А в каждой проповеди необходимо проповедовать Евангелие, а именно послание о личности служения Иисуса Христа, послание о том, как совершалось его служение, и послание о том, какие благословения получает человек через веру во Христа. Если немножко сказать по-другому, основное внимание проповеди всегда должно уделяться Христу, а не нам. Основное внимание проповеди всегда должно уделяться Христу, а не нам. С другой стороны, вот глядя на образец опять жизни Первой Церкви, ранней церкви, мы увидим, что их богослужение, еженедельное служение, они включали в себя вот это вот посвящение учению апостолов. Вы знаете, вот я уверен, если бы мы с вами были там, мы бы увидели, что вот апостольская проповедь и для людей, которые уже обратились к Богу, она не ограничилась только провозглашениями Евангелия. Учение апостолов теперь охватывало всю историю искупления. Вот интересная опять 20 глава книги Деяния апостолов, где Павел в беседе с служителями из города Эфеса говорит, что я не пропустил ничего полезного, о чем бы не проповедовал вам. Это было очень важно, он прекрасно понимал, что есть то, что он называл вся воля Божия. Он говорит, не упускал возвещать вам всю волю Божью. Будь то провозглашение или научение, Новый Завет ясно говорит о том, что именно и только благовествование Христова или проповедь о личности и служении Христа является силой Бога ко спасению. Новый Завет говорит о том, что именно и только благовествование Христово или проповедь о личности и служении Христа является силой Бога ко спасению. Очень важное провозглашение жизни, смерти, воскресения, вознесения, правления Иисуса Христа, которому не может быть никакой приемлемой замены. Знаете, у меня есть статья одного проповедника, проповедника с опытом служения длиной в 40 лет. Вот он написал короткую статью, которая называется «Десять заповедей проповедника». Вот как-то он попытался, говорил о том, что он летел в самолете, и вот для себя он попытался составить десять заповедей для проповедника, заповеди, которые бы указывали направление, форму, какие-то основные правила проповеди. И вот одна из первых заповедей, она звучит немного странно, а вот советуя проповедникам, этот человек говорит, никогда, никогда не теряйте из виду Иисуса Христа. Это очень важный совет, по его мнению, для проповедника. В проповеди никогда, никогда не теряйте из виду Христа. Он говорит о том, что проповедники, знайте и проповедуйте Христа распятого. А для того, чтобы в проповеди присутствовала сила, в центре должна быть Личность Иисуса Христа. Дело в том, что очень легко, очень легко сменить акцент проповеди. Намного легче проповедовать о человеке, намного легче проповедовать об опыте человека, намного легче проповедовать о мнениях людей, о том, что люди думают. Все это намного легче по сравнению с тем, чтобы в проповеди по-настоящему превознести Личность и служение Иисуса Христа. Этот проповедник говорит о том, что одно из бедствий нашего времени в том, что мы много говорим о человеке и мало говорим об Иисусе Христе. Мы много говорим о грехах людей, мы говорим о нуждах людей, о планах людей, много говорим о том, что жизнь человека может поменяться. И так мало, мало говорим о Личности, служении и славе Господа Иисуса Христа. Вы знаете, это легко проверить. Вот попробуйте проверить себя, легко проверить проповеди, легко проверить то, как мы с вами лично изучаем Священное Писание. Ну вот, если, к примеру, изучая Евангелие, читая Евангелие, вы в первую очередь, ну где-то в героях, в историях ищите себя. Если в библейских героях пытаетесь найти себя, это недостаточно верный подход к Библии. То есть Библия была написана не для этого. Ну, чтобы как-то прояснить себя, попробую привести один пример, очень простой пример из Евангелия, история Марфы и Марии. Десятая глава Евангелия от Луки. Ну вот, к примеру, если читая эту историю, вы пытаетесь ответить на вопрос, где я в этой истории, как эта история подходит ко мне, это не самый важный вопрос. Самый важный вопрос, где Христос в этой истории. Соответственно, если звучит проповедь на этот отрывок, самый важный вопрос, который должен прозвучать в проповеди, это не вопрос о том, где найти себя в Марфе или в Марии, а самый важный вопрос, где Христос в этой истории. Братья и сестры, дорогие друзья, на самом деле легче проповедовать о Марфе и легче проповедовать о Марии, чем об Иисусе Христе. Легче проповедовать о тьме греха и о сердце человека, чем о личности и служении Иисуса Христа. Между прочим, Библия не была написана для того, чтобы мы искали и нашли себя в Библии. Библия была написана для того, чтобы мы искали и нашли Иисуса Христа в Библии. Библия была написана для того, чтобы возвеличить и прославить Спасителя нашего Иисуса Христа. Библия была написана для того, чтобы через Евангелие не мы нашли Его, а Он нашел нас. Мы призваны говорить не о человеке, который нуждается в спасении. Проповедники призваны говорить об Иисусе Христе, который приносит спасение людям. Поэтому проповеди в церкви 21 века должны быть посвящены Иисусу Христу. Песни в церкви 21 века должны быть посвящены Иисусу Христу. И центром всего богослужения всегда должен быть только Господь Иисус Христос. Вот я прочитал отрывок из послания Коринфянам. Вы знаете, это очень интересный пример. Исторический пример того, как акцент проповеди может сместиться, сместиться незаметно и сместиться, знаете, как-то оправдывая себя. Церковь города Коринф, этой церкви у посла Павла посвящено целых два послания. И вот в нашем внимании только первая глава этого послания, первого послания. С самых первых строк интересно вот заметить, что Коринфяне вот как-то начали подчеркивать для себя важность мудрости, а вот именно премудрости слова. То есть, скорее всего, были определенные навыки человека, которые делали его речь очень сильной или действенной. Или мы делаем предположение, что было очень много мудрых учителей, которыми люди начали восхищаться. Знаете, когда пришла беда? Беда пришла тогда, когда эти мудрые учители начали слушать проповедь, а именно слушать проповеди апостола Павла. И вот мы знаем, что это были безошибочные проповеди, это были проповеди с большой буквы, самые настоящие проповеди. Центром его проповеди всегда было благоествование Христовым. И так вот эти вот мудрые люди, люди с огромным навыком в премудрости слова, люди, которые могли сделать свою речь очень сильной, когда они слушали проповедь Павла, они делали вывод и говорили «Провозглашать Христа распятого глупо». Вот так они говорили. «Провозглашать Христа распятого глупо». Посмотрите, 18 стих, 1 Коринфянам, 1 глава. «Ибо слово о кресте для погибающих – юродство». Ну, юродство – это очень старое слово русского языка, которое означает «безумие». «Ибо слово о кресте или проповедь об Иисусе Христе распятом» – это безумие. Действительно, проповедники могут говорить о том, что они иногда чувствуют себя глупо. Чувствуют себя глупо, особенно пытаясь донести слово от Бога до тех, кто живет в среднесветской культуре. Однако, когда мы смотрим на этот библейский отрывок, где звучит это слово, становится понятно, что слово «безумие» – оно Павлом использовано специально. Оно использовано в особом контексте. Павел подчеркивает и говорит, что то, что безумно в глазах мира, на самом деле является мудростью Божией ко спасению. То, что безумно в глазах мира, на самом деле является мудростью Божией ко спасению. В очень интересном контексте апостол Павел делает это заявление. Дело в том, что в этом отрывке он говорит не только о глупости и мудрости, но он также говорит и о слабости и силе. Но, между прочим, апостол Павел был одним из таких очень-очень редких людей, которые довольно легко перемещались между разными культурами. Почему? Вот Павел был еврей. Он был еврей, который родился в римском городе, воспитался под влиянием греческой культуры. Еврей, который родился в римском городе, воспитался под влиянием греческой культуры. Таким образом, он одинаково хорошо понимал еврейскую, римскую и греческую культуру. Ему приходило, как проповеднику, как миссионеру, приходилось часто встречаться с одной, со второй и с третьей культурой. Из его посланий мы замечаем, мы точно знаем, где бы он ни был, куда бы он ни пошел, он проповедовал Христа. То есть главный компонент проповеди Павла, вот в нашем первом послании Кариф, 23 стих, мы проповедуем Христа распятого, к этому можно добавить 2 главу, 2 стих, где Павел опять свидетельствует и говорит, «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И вот Павел понимал, что у каждой из перечисленных групп римлян, евреев или греков были свои трудности по отношению к Евангелию. К примеру, трудность римлян заключалась в том, что это были люди, которые сильно гордились своей властью. На тот момент римляне правили миром, их легионы сдерживали северные народы, их военно-морская мощь наладила порядок в Средиземном море, дороги были открыты, можно было свободно путешествовать, многие-многие разбойники были в тюрьмах или были распяты. То есть они создали и поддерживали величайшую империю, которую когда-либо видел этот мир. То есть это были люди, которые гордились властью. И вот представьте себе апостола Павла, который проповедует римлянам о человеке, который был распят под римской властью. Представьте себе Павла, который проповедует об Иисусе Христе. И действительно, когда Павел проповедовал для римлян Иисуса Христа, распятого при Понтии и Пилате, он был воплощением слабости. Это было воплощение слабости. И апостол Павел показывал и говорил, что в определенном смысле действительно Христос оказался бессильным. В определенном смысле Христос действительно оказался бессильным, но на самом деле, эта слабость Христа, она была силой, способной преобразовывать мужчин и женщин. Очень интересный библейский текст, который был смыслом жизни Павла. Он говорит о том, что я не стыжусь благовествования Христова. Почему не стыжусь благовествования Христова? потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Ну, с евреем было немножко по-другому. Если римский менталитет, он был менталитетом военного человека, который считал, что самое главное в жизни – это сила, еврейский менталитет, он был бы тем, чтобы мы сегодня могли сравнить с нашим временем, с нашим поколением, это вот это вот требование человека – покажи. Если есть Бог – покажи. Если есть сверхъестественное – покажи. То есть это люди, которые постоянно Христу говорили – покажи, покажи, покажи. Как часто евреи утребовали у Иисуса Христа знамени. Если ты от Бога, ну ты покажи нам, что ты от Бога. Вот почему они всегда просили Христа о чудесах. А если Христос и творил чудеса, вы знаете, этого почему-то было недостаточно. А недостаточно было потому, что они просто ненавидели Христа. Вы знаете, сегодня точно такое общество, точно такая обстановка. Мы сегодня говорим, что есть Слово от Бога, есть Библия. Но люди почему-то требуют и говорят, ну хорошо, Библия – она Библия. Но вот если бы Бог проговорил лично ко мне, вот тогда бы, может быть, я его послушал. То есть очень-очень похожее время. Вы знаете, вот когда Павел проповедовал евреям, он говорил о том, что Иисус Христос для евреев – это камень преткновения. Павел утверждал, что Евангелие Христа – это действительно камень преткновения. Камень, который не даст вам покоя. Вот так он проповедовал евреям. То есть он говорит, вы не сможете пройти через него, не споткнувшись. Дальше Павел говорил даже больше. Он говорил, что Евангелие Иисуса Христа – это краеугольный камень вашего учения. Краеугольный камень – учение Ветхого Завета. Вот обращаясь к церкви города Каринф, Павел имел в виду уже греческий менталитет. Ну, Греция к тому времени, когда жил Павел, она потеряла свою власть, свою силу, которая когда-то обладала при Филиппе Македонском и Александре Македонском. Эта власть исчезла, но у греков осталась мудрость. То есть власть, сила, она исчезла, но у греков осталась мудрость. Чего не было у римлян. Римляне могли только слабо, слабо подражать грекам. Потому что Греция произвела на свет великих философов. Греция предоставила мудрых учителей. Между прочим, в большинстве даже богатых римских домов всегда был раб, который отвечал за образование детей. И 9 из 10 раз это был грек. Греки очень гордились своей мудростью. И вот когда пришли первые проповедники Евангелия и проразглашали о том, что Бог стал человеком для того, чтобы умереть для спасения грешников, этого не принимали. То есть воплощение, оно было немыслимо для греков. Если вы помните, в Афинах над Павлом посмеялись. Посмеялись, потому что проповедь Павла казалась безумием. Среди греков не было имен более почитаемых, чем имена их выдающихся мыслителей. И с высот своей высокой культуры они презирали, как варвара, всех, кто не ценил их мудрость. Они гордились своей остротой ума, находили место для Евангелия. Но опять мы читаем рассуждения апостола Павла. Да, высокий интеллект греческих философов. Да, благородство трудов греческих философов. Однако это не спасает человека. И теперь Павел пишет послание к церкви города, Коринфе, говорит, то, что мир считает безумием, на самом деле является мудростью Бога. И вот на сывании этих первых глав послания Коринфе мы утверждаем, что проповедь в церкви это очень мудрое средство Бога. Проповедь в церкви это очень-очень мудрое средство Бога. Интересно, что вот противоположностью глупости, конечно, является мудрость. И мы ожидали бы, чтобы апостол Павел сказал, что Евангелие или проповедь это мудрость Бога. Но посмотрите, как интересно пишет и говорит апостол Павел. Павел говорит, что Евангелие это сила. Это сила Бога. Да, Божий путь противоречит тому, что подсказывает человеческая мудрость. И люди всегда думают, что их путь правильный. А Павел или Евангелие говорит о том, что Бог в своей мудрости решил спасти людей крестным путем Иисуса Христа, а не другим путем. И в планы Бога никогда не входило, чтобы люди узнали Бога, проявив какую-то мудрость. Богу было угодно открыться для человека совсем другим путем. И Павел подчеркивает всю вот эту вот неожиданность этого пути. Да, люди никогда не считали Евангелие шедевром мудрости. Люди не получают спасения, проявляя мудрость. А спасение приходит к тем, кто верует. И Павел противопоставляет проповедь о распятом Христе. Напомню значение слова керигма. Это содержание речи глашатой. Для ума это очень важно, для проповедников. Дело в том, что весть, которую мы возвещаем, она пришла от Бога, а не от проповедника. То есть в этом смысле, в этом суть. Речь, которую возвещает проповедник, или должен возвещать проповедник, она пришла от Бога, а не от проповедника. И в этом смысле проповедь – это особенный христианский термин. Когда мы читаем слова апостола Павла, который говорит, что мы проповедуем Христа распятого, мы понимаем, что вот распятие Христа, оно не было только однажды, оно не было только однажды распят. То есть очень важно, чтобы сегодня для нас Христос оставался в образе распятого. И в этом смысле распятие, оно неизменно в своей силе. Распятие нашего Господа – это сердце христианской веры. И это не было приемлемо ни для евреев, ни для язычников. Почему же нужно проповедовать Христа? Павел говорит, что Христос – это Божья сила и Божья премудрость. Я думаю, многие из нас с вами знаем, что распятый Христос означает силу, потому что до того, как мы с вами обратились к Богу, мы бы с вами были побеждены грехом. А теперь после нашего обращения мы понимаем, что в нас действует новая сила, сила Бога. А Христос – это также мудрость от Бога. Идея этой мудрости тоже проходит через священное Писание. А вот Павел соединяет силу и мудрость. Это соединение очень важно. Почему? Вы знаете, если бы путь к Богу был через мудрость, христианство открыло бы путь к спасению только одаренным людям. А вот сила Креста открывает путь для самых простых людей познать Бога и побеждать зло. Эта мудрость, она намного выше всего, что могли бы создать самые мудрые люди, жившие на этой земле. И на уровне поиска мудрости безумие Бога оказывается истинной мудростью. Дорогие братья и сестры, Крест – это слабое место Бога, которое сильнее всего, что может создать человек. Да благословит нас с вами Господь в нашей с вами жизни следовать за нашим Господом и быть верным Ему в провозглашении Евангелия. Аминь. Я приглашаю вас к молитву. Я желаю помолиться. Пожалуйста, помолитесь. Спасибо. Спасибо.